Эфси с Донква. То есть как бы Эфси, то есть женский комплекс, комплекс, да, с Донква. Донква, китайский дудник. Или Анджелика. Это комплекс, содержащий практически все самые мощные травы, содержащие фитоэстрогены. Солодка, имбирь, вот сам Донква, листья, малины. Ну помните, вот мы делали лекцию по женскому здоровью, да, то есть там мы все эти травы перечисляли. Прекрасно используется в период менопаузы. В каком варианте? В варианте, когда очень сильно падают эстрогены. Да, то есть мы сочетаем Эфси с Донква с печеночными комплексами, либо с эндолом. То есть эндол, например, так, чтобы не было вот этих патологических разрастаний слизистых. В небольшой дозировочке, вот эта дозировка по 1-3 раза в день очень большая. То есть 1-2 капсулки в день. Прекрасное средство для того, чтобы наращивался эндометрий у женщин с эстрогенной недостаточностью, которые не могут забеременеть. То есть, ну, просто супер. То есть очень пушистый становится эндометрий, и беременность наступает, ну, быстро достаточно. Такой толстенький по УЗИ. И девочек сейчас все больше и больше. Да, очень много. То есть эстрогеновая недостаточность, да. Первую фазу цикла. То есть первую фазу эстрогеновая, то есть со второго дня, от начала цикла, до овуляции, вот до 14-го, там у кого 15-го дня, если цикл длинный 30 дней, да, вот по 1-2 раза в день. То есть если это причина, по которой не наступает беременность, она наступает. А вот делается УЗИ на, например, на 14-й день цикла, и смотрится эндометрий. Он должен быть определенной толщиной. То есть если он не такой толщины, то, соответственно, это эстрогеновая недостаточность. Не только на этой неделе у меня было 3 девушки, 25 и 2 девушки по 27 лет, у кого вот такая проблема. То есть, ну, просто очень часто бывает. То есть это тоже курсовой продукт, да, то есть не надо его для здоровья женского есть там все время. То есть вот нормализовали и дальше. То есть мы говорили о том, что защитная формула, она питает яичники, и как бы ее хватает для того, чтобы как бы их раскачать, и они сами функционировали полноценно, да. Ну или вот немножко... Ну, да, когда есть проблемы, тогда применяем. Так вот для, чтобы поесть и для здоровья не очень нужно.